здравствуйте дорогие ученики 8 класса сегодняшняя наша тема это скорость химических реакций как вы видите совершенно новая тема поэтому пожалуйста приготовили тетрадочки а я начинаю ребята из курса физики вы уже знакомы с понятием скорость в общем виде скорость это величина показывающий как изменяется какая-либо характеристика за единицу времени а теперь давайте посмотрим как все это можно соотнести к скорости химической реакции скорость химической реакции это величина записываем показывающие как изменяются концентрации исходных веществ или продуктов реакции за единицу времени в обязательном порядке записали это правило я продолжаю ребята запомните для оценки скорости необходимо изменение концентрации одного из веществ это очень важно хорошо наибольший интерес представляют реакции протекающие в однородной гомогенной среде здесь мы с вами давайте вспомним реакция бывают как гомогенной так и гетерогенной значит и скорость для них как для гомогенной так и для гетерогенной будет вычисляться по-разному дальше смотрим гомогенная система то есть однородная система это газ газ жидкость жидкость реакции идут во всем объеме хорошо а теперь в обязательном порядке давайте запишем математически как можно вычислить скорость химической реакции гомогенных реакциях а это можно вычислить с помощью данных форму записываем скорость гомогенной реакции равно плюс минус дельта не делим на объем умножаем на дельта тал как мы с вами видим перед формулой стоит знак плюс и минус почему ребята просто потому что скорость никогда не может быть отрицательной величиной записываем следующие формулы дельта c м равно дельта не у делим на объем то есть в записали а теперь давайте запишем следующие две формулы скорость для гомогенной реакции равно плюс минус дельта c м на дельта тал хорошо ребята как же данную формулу можно раскрыть раскрываем скорость для гомогенной реакции равно плюс минус эта концентрация конечной отнимаем начальную концентрацию делим на тал конечной отнимаем тал начальная хорошо а теперь давайте записали все выражения которые здесь мы с вами увидели в это скорость реакции единица измерения записываем мой деленный литр на секунду или же мой деленный метр в кубе на секунду но c я думаю вы уже знаете это малярная концентрация то это время в секундах не естественно все мы уже знаем что это количество вещества и единицы измерения это мой объем из курса физики мы знаем как обозначается единицы измерения это литры но а дельта знак дельта из курса математики вы знаете что это есть изменение какой-либо величины хорошо ребята теперь давайте с вами рассмотрим для гетерогенной реакции смотрим для гетерогенной реакции скорость реакции определяется число моли веществ вступивших в реакцию или образующихся в результате реакции в единицу времени на единицы всей поверхности записываем теперь формула для скорости гетерогенных реакций записывал скорость для гетерогенных реакций равно также плюс и минус но здесь я надеюсь вы уже понимаете для чего ставим плюс и минус потому что скорость не может быть отрицательной дельта не у делим на с умноженное на дельта то хорошо записали единицу измерения для скорости гетерогенной реакции это мой делим на метр в квадрате умноженное на секунду что же здесь такое с записываем из это площадь поверхности в единице измерения метр в квадрате ребята все выше указанные форму нужно выучить и запомнить теперь давайте с вами запомним гетерогенные неоднородные системы твердая жидкость газ твердая жидкость газ реакции идут на поверхности раздела фаз теперь какому же выводу мы с вами подошли таким образом скорость химической реакции показывает изменение количества вещества в единицу времени в единице объема и это для гомогенной реакции или на единице поверхности раздела фаз и это было для гетерогенной реакции хорошо теперь ребята давайте с вами решим задачу для начала запишите ее задача реакция протекает по уравнению а плюс b равно 20 начальная концентрация вещества а как мы с вами видим равно 0,22 моль на литр а через 10 секунд составляет 0,215 тысячных моль на литр вычислите среднюю скорость реакции записали ребята но я думаю здесь вы уже и догадались какую формула мы с вами будем применять смотрим решение и записываем здесь используем следующую формулу скорость равно плюс минус дельта c на дельта tau это равно смотрим плюс минус все вычислили обратили внимание в итоге данных вычислений получаем 0,5 десятитысячных моль на литр в секунду как видим если мы с вами заучим все выше указанные формулы решение задач оказывается несложным теперь давайте рассмотрим следующее задание установите соответствие между термином и определением посмотрим какие же здесь термином катализатор скорость реакции в гетерогенной системе скорость реакции в гомогенной системе и ингибитор читаем определение показывает изменение количества вещества вещества в единицу времени в единицы объема это что верно это скорость реакции в гомогенной системе потому что здесь речь идет об объеме следующее определение читаем показывает изменение количества вещества в единицу времени на единицы поверхности раздела фаз думаю вы уже догадались верно ребята эта скорость реакция в гетерогенной системе следующее определение вещество увеличивающая скорость реакции но сама в реакции не участвует но я думаю это для вас легко потому что из курса 7 класса вы знаете что катализаторы ускоряют скорость химических реакций но сами при этом остаются неизменными и читаем последнее определение вещество замедляющая скорость реакции верно ребят это ингибиторы ну и давайте с вами рассмотрим последнее задание установите соответствие между символом и его названием обратили внимание на символы и на название значит единица количество вещества это какой символ верно не у 1 скорость реакции символ верно это в малярная концентрация это c объем из курса физики вы знаете это тоже в но а площадь поверхности это с и что мы с вами увидели из данного задания то что противоположное название соответствует данным символом совершенно верно хорошо ребята надеюсь сегодняшний урок вам был ясен и в свою очередь попрошу пожалуйста закрепить изученное на странице 135 ребята желаю вам удачи и до следующего урока здравствуйте ребята сегодня мы приступаем с вами к изучению новой системы органов человека выделительной системы но прежде чем я начну рассказывать об особенностях строения и выполняемой функции органов выделительной системы я хотела бы немножко с вами повторить вспомнить о чем мы говорили на прошлых занятиях если вы помните мы постоянно искали ответ на вопрос для чего мы дышим для чего мы едим и мы ребята нашли же ответ на этот вопрос помните мы тогда с вами выяснили что оказывается пища это строительный материал для нашего тела что пища это источник энергии органические вещества которые поступают в наш организм они не усваиваются в таком виде в котором они поступили да они перевариваются то есть они у нас расщепляются они окисляются при участии того самого кислорода которого мы вдыхаем и в результате действительно из этих веществ мы получаем энергию за счет которой мы живем но если вы помните на одном из предыдущих уроков я говорила что помимо энергии при расщеплении органических веществ образуются конечные продукты обмена веществ это углекислый газ это вода а если это азот содержащие было соединение как например белки то может образовываться еще и аммиак который может превращаться в мочевину и дело в том что мы уже с вами говорили что такое метаболизм мы говорили о том что такое обмен веществ мы не только получать из не должны что-то мы постоянно должны выделять все эти конечные продукты обмена веществ воду углекислый газ отсутствуют содержащие соединения мы постоянно должны выделять удалять из нашего организма почему потому что в нашем организме должно быть постоянство гомеостаз и если эти продукты те которые должны были выводиться из нашего организма они накапливаются и не выводится ребята но сначала это приводит по меньшей мере к заболеваниям ну а потом как вы догадались это может закончиться и летальным исходом так вот мы сегодня говорим о новой системе выделительная система но я хочу вам пояснить что не все органы которые способны что-то выделять удалять из вашего организма они являются органами именно выделительной системы например посмотрите а кишечник мы знаем что кишечник он а прямая кишка удаляет из нашего организма непереваренные остатки пищи там немного воды ненужной соли но мы же с вами четко понимаем что кишечник это орган пищеварительной системы легкие легкие а избавляет наш организм от углекислого газа также выделяется определенное количество паров воды мы же прекрасно с вами понимаем что легкие это орган дыхательной системы печи печень удаляет из организма элементы разрушенных и эритроциты в составе желчи который выделяется 12 перстную кишку и дальше также двигаясь по кишечнику удаляется из нашего организма но печень это же железо пищеварительной системы также мы знаем что кожа с поверхностью кожи испаряется вода и мы избавляемся от определенного количества воды солей осуд содержащих соединений но мы видим все что я сейчас показала это не органы выделительной системы а вот сегодня мы будем говорить именно об органах выделительной системы которые также избавляют нас от ненужных продуктов сегодня узнаем от каких но они образуют именно органы так называемой моче выделительной системы что же все-таки относится к органам мочевыделительной системы посмотрите это парные почки это парные мочеточники непарный мочевой пузырь и мочеиспускательный канал все органы мочевыделительной системы можно сразу классифицировать мы выделяем почки как моче образующий орган то есть надеюсь вы догадались что значит именно в этом органе у нас образуется моча а все остальные органы мы относим к моче выводящим органам то есть дальше там ничего не образуется они выводят из нашего организма эту мочу это мочеточники мочевой пузырь и мочеиспускательный канал давайте познакомимся поближе с этими органами и конечно начнем с почки и так ребята почки почки это парные органы бобовидной формы которые расположены у вас в брюшной полости но сзади с двух сторон посмотрите от позвоночного столба вот здесь поясничной области если посмотреть разрезать почку то мы видим что снаружи покрыта корковым слоем дальше мы видим с вами мозговое вещество если приглядеться можно увидеть почечные пирамиды и почечную лоханку какова же функция почек так вот в том-то и дело что именно почки у нас фильтруют нашу кровь вот когда они фильтруют нашу кровь я сегодня объясню что это значит образуется моча там лишняя вода там лишние соли там возможно мочевина мочевая кислота которые должны удалиться из нашего организма как же происходит фильтрация крови очистка ну во первых начнем с того что в почку у нас заходят почечные артерии обратите внимание красным цветом это почечная артерия которые берут свое начало от брюшной аорты итак кровь заходит в почку сейчас она приносит в своем составе и нужное организм вещества и ненужный и именно здесь сейчас что-то произойдет что-то начнется и в результате этого очищенная кровь посмотрите она уйдет из почки через почечную вену которая потом попадает в нижнюю полую вену и возвращается в большой круг кровообращения но ребята то что не нужно оказалось почка перенаправить абсолютно в другое русло она перенаправит лоханку оттуда в мочеточник что это не нужно ребята это матча который содержит действительно те продукты от которых нужно избавиться из посмотрите что произошло зашла кровь принесла и нужные продукты и ненужные что-то в ней произошло конечно мы сейчас разберемся разделила почка нужные вещества на ненужные нужные у нас вернулись кровеносную систему через почечную вену они нужны перенаправились перенаправились через лоханку в мочеточники виде того что мы с вами называем мочой ежеминутно через наши почки проходит 1 литр крови то есть если сейчас примерно плюс-минус среднем назвать у человека в среднем 5 литров крови то вы понимаете что в течение пяти минут ваша кровь прошла через почки и она уже очистилась то есть во время урока уже несколько раз ваша вся кровь прошла через почки и она уже очистилась ну и наконец что же интересного что же такого важного и особенного есть именно внутри этой почки что позволяет очищать кровь ребятки посмотрите это не фрон запишите пожалуйста это новый термин для вас не фрон не фрон это структурные и функциональные единицы почки то есть из чего она состоит и что в ней выполняет вот эту основную функцию очистки крови в каждой почке ребятки где-то примерно 1 миллион таких нефронов что такое нефрон как он имеет строение каждый нефрон ребята посмотрите имеет бокаловидную капсулу состоящую из одного слоя эпителиальных клеток и вот здесь обратите внимание клубочек капилляра дальше мы видим что образуется извитой каналец который переходит так называемые петлю генли дальше петля генли поднимать опять скорковый слой образует опять извитой каналец и уже собираются все вот эти нефроны в собирательные трубочки что же здесь происходит ну вот здесь как раз и происходит та самая очистка крови о которой мы говорим именно здесь кровь очищается и образуется моча как моча ребята образуется в два этапа первый этап у нас называется фильтрация а другое обратное всасывание фильтрация фильтрация у нас происходит вот здесь в капсуле чаша и здесь ребята образуется так называемая первичная моча обратите пожалуйста внимание я дифференцирую я произношу первичная моча я не просто сказала моча ребята это не то моча который выделять из вашего организма посмотрите сколько за сутки и образуется 150 170 литров и так первичная моча ребята это не то что выделяется из вашего организма и образование первичной мочи будет происходить вот здесь в этой чаше а вот потом дальше мы видим уже в петле генли и так далее происходит обратное всасывание когда образуется так называемая вторичная моча ее намного меньше и где-то в среднем полтора литра в сутки именно это то что будет удаляться из вашего организма ну что же такое первичная моча и вторичная подумали вы и так ребятки посмотрите это чаша вашего нефрона мы помним что в почку зашла почечная артерия она разделилась на мелкие артерии и вот мы видим приносящие артерии которая подходит к нефрона здесь она разветвляется образует маленький клубочек капилляров тоненькие капилляры однослойные эпители а потом собирается образуют выносящие арты ребята это не тот сосуд который вышел из почки нет 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 это пока сосуд который просто вышел из чаши нефрона и так приносящие артерии и выносящие артерии естественно приносящая принесла сюда ванифрон крови. Но дело в том, что диаметр выносящей артерии практически в два раза меньше диаметра приносящей. И вы понимаете, что за то же время это же количество крови не может уйти в выносящую артерию. Куда едеться? Но вот как раз-таки вот здесь начинается та самая фильтрация. Часть крови, мы сейчас не говорим о форменных элементах, потому что они очень крупные, и пройти, преодолеть вот этот даже тоненький однослойный эпителиальный барьер они не могут. Но зато компоненты плазмы крови могут, если они не крупные, если это не крупные белки, например, и жиры. Но вода, соли, витамины, глюкоза, и так они начинают фильтроваться в полость этой чаши, в полость этой капсулы. И вот то, что мы сейчас здесь получаем, по сути, этот фильтрат, ребята, это и есть первичная моча. Это не значит, что здесь сейчас все ненужный организм, понимаете, она просто не успевала уходить. И вот это сейчас в полости этой чаши, вот здесь, то, что образовалось, это первичная моча, которая помимо ненужных продуктов содержит еще и важный, и нужный организм. Например, я сказала, сюда попадает глюкоза. Она очень нужна, это основной источник энергии для вашего организма. Витамины, минеральные соли, которые еще понадобятся вашему организму. То есть мы говорим, что состав первичной мочи очень похож на состав плазмы крови. Опять-таки, видите, я убираю форменные элементы, потому что это не плазма. Плазмы крови, но за исключением крупных молекул, таких как, например, жиры, белки. Что происходит дальше? Дальше выносящая артерия, посмотрите, помните, я сказала, это не та, которая вышла из почки. Посмотрите, она, отойдя от капсулы, начинает обвивать дальше нефрон, не ушла. Она обвивает нефрон. Зачем, ребята? Помните, что в составе первичной мочи, я говорила, есть очень много питательных, полезных веществ? Так вот, кровь пытается вернуть назад из полости вот этого нефрона, те вещества, в которых она еще нуждается. Вот мы и говорим, что происходит обратное всасывание. То есть пока сосуд обвивает, посмотрите, нефрон, назад в него возвращается та самая глюкоза, о которой я говорила, вода, от которой не нужно было избавляться, нам же определенное количество нужно удалять не всю воду. Некоторые соли, например, натриевые витамины, они опять возвращаются в кровь. И по сути, по сути, кровь сейчас забрала обратно то, чем она нуждалась. И вот теперь она спокойно в виде венозного сосуда, в виде той самой почечной вены, теперь уже может уйти из почки. Она очистилась. А что осталось с теми продуктами, которые кровь назад себе не забрала? Они остались здесь? Они остались в полости нефрона, в этой петле генгли. Но они ищут себе другой выход. Они направляются дальше по нефрону в собирательную трубочку. То есть что получилось? Кровь зашла, принесла и положительное, отрицательное вещество, а фактически она отсортировалась, разделилась. Все нужное вернулось в кровь. И вот посмотрите, венозный сосуд выходит из почки, а все не нужно, и сформировала ту самую вторичную мочу. А вот здесь действительно уже лишняя вода, лишние соли, лишняя мочевина и мочевая кислота. Таким образом, ребятки, давайте посмотрим, как работает наш нефрон. И вот эта вторичная моча, ребятки, посмотрите, стекает в почечную лоханку, и уже от каждой почки мы видим, от почечной лоханки отходят мочеточники. Парные органы от каждой почки по одному мочеточнику, который проводит мочу уже в мочевой пузырь. Мочевой пузырь, ребята, расположен уже в тазовой полосе. Я напомню, я сказала, что почки находятся в брюшной полосе, а вот мочевой пузырь находится уже в тазовой полосе. Объем его, ребята, примерно 500 мл. Но когда он уже наполнен на одну четверть, возникает естественный позыв на мочеиспускание. До года, конечно, дети не могут как-то регулировать этот процесс, но уже к двум годам мочеиспускание, оно происходит уже произвольно, потому что работа этой системы находится под контролем спинного мозга, а он, в свою очередь, контролируется головным мозгом. Таким образом, ребята, сегодня мы познакомились с вами, с органами мочевыделительной системы. Я напомню, это парные почки, парные мочеточники, непарный мочевой пузырь и мочеиспускательный канал. Предназначение почек – это очищать нашу кровь и образовывать мочу. А это помогает делать структурные функциональные единицы почек, которые называются нефрон. Что, ребята, наш урок подходит сегодня к концу, поэтому я предлагаю вам еще раз внимательно прочитать этот параграф, выполнить задание после параграфа для того, чтобы понять, насколько хорошо вы сегодня поняли и усвоили новый материал. Я хочу с вами попрощаться, но прежде всего я хочу пожелать вам крепкого здоровья. Сегодня в условиях пандемии для того, чтобы оставаться здоровыми, нужно соблюдать всего лишь три важных правила, но не сложных. Постарайтесь не выходить из дома, но если вы все-таки вышли, соблюдайте социальную дистанцию. Носите, пожалуйста, защитную маску и, когда вы вернулись домой, пожалуйста, мойте руки с мылом или обрабатывайте антисептиком. Берегите себя. Всего доброго. До свидания. Здравствуйте, дорогие ребята. Сегодняшняя наша тема – это циклоны и антициклоны. Ребята, давайте с вами проанализируем эти три вопроса и найдем ответы на эти вопросы в течение всего урока. Первый вопрос наш такой. В результате каких географических процессов происходит восходящее и нисходящее движение воздуха? К изменению каких свойств воздуха приводит его движение в горизонтальном и вертикальном направлении? И третий вопрос. Какие особенности отличают воздушные массы, проникающие на территорию Азербайджана в течение года? Помимо пассатов, западных ветров, северо-восточных, юго-восточных ветров, которые мы проходили с вами на прошлом уроке, на нашей Земле, на нашей планете господствуют еще и другие ветры. Их мы называем циклонами и антициклонами. Давайте посмотрим, что такое циклон и как они формируются. Циклоны формируются в областях замкнутого низкого атмосферного давления. Ветры направлены от периферии к центру, и поэтому в центре у них низкое давление. В результате движения Земли вокруг своей оси воздух движется по криволинейному пути против часовой стрелки в северном полушарии и по часовой стрелке в южном полушарии. Ребята, при проникновении циклонов на территорию нашей страны изменяется температура. Далее выпадают осадки. Уменьшается температура воздуха. Есть такое понятие, как тропические циклоны. Давайте посмотрим, где они возникают. Тропические циклоны возникают в результате проникновения тропических воздушных масс над океанами в экваториальных зонах. И они возникают, ребята, в летнее время. Тропические циклоны вызывают сильнейшее волнение, ребята. И при перемещении в сторону суши дуют сильные ветры. И выпадают ливневые дожди, которые приводят к большим разрушениям. Смерч. Что это такое? Это атмосферный вихрь, возникающий под кучево-дождевыми облаками и формирующийся в результате восходящих воздушных потоков при сильном нагревании воздуха. Ребята, смерчи формируются в основном на юге США. И там их называют торнадо. Торнадо имеет форму вихря и движется с высокой скоростью. Приводит к большим разрушениям. А сейчас давайте с вами перейдем к антициклонам. Антициклон. Что это такое? Антициклон – это ветер, в центре которого высокое атмосферное давление, а по краям низкое атмосферное давление. Ребята, и в центре у него атмосферное давление бывает выше нормы. То есть нормальное атмосферное давление у нас составляет 760 мм ртутного столба, но при возникновении антициклона это атмосферное давление бывает выше 760 мм ртутного столба. Воздух в нем спускается медленно и растекается от центра к периферии. В северном полушарии антициклоны дуют по часовой стрелке, а в южном полушарии наоборот, против часовой стрелки. В результате возникновения антициклонов, ребята, образуется безоблачная погода. Температура воздуха повышается и в основном осадки не выпадают. В антициклоне по причине нисходящих движений воздуха формируется такой процесс, как штиль. Ребята, штиль – это безоблачная погода. То есть безоблачную погоду мы по-другому называем штилю. В Азербайджане на формирование оказывают влияние воздушные массы. Давайте рассмотрим с вами, какие воздушные массы проникают на нашу территорию. Смотрите, на нашу территорию проникают арктические, континентальные и морские воздушные массы. Помимо них умеренные континентальные и морские воздушные массы. С юга проникают тропические воздушные массы в летний период времени. Южные циклоны с юго-запада и среднеазиатские воздушные массы проникают на нашу территорию с востока. И при проникновении каждых из этих воздушных масс температура воздуха в нашей стране меняется. Например, в результате проникновения тропических воздушных масс в нашу территорию в Талужских горах происходит такое понятие, как температурная инверсия. А что это такое? Это повышение температуры с высотой. Мы знаем, что на каждые тысячи метров температура воздуха понижается. То есть на каждые тысячи метров поднимаемся, и при этом температура понижается на 6 градусов Цельсия. Но в Талужских горах происходит наоборот. Поэтому это явление мы называем температурной инверсией. А это связано с проникновением с юга тропических воздушных масс. А сейчас давайте вместе с вами перейдем к этим вопросам. С какими процессами связаны формирование погоды в циклонах и антициклонах? Ребята, мы сказали, что из-за разницы в давлении, а также вследствие вращения Земли вокруг своей оси, формируются циклоны и антициклоны. Второй вопрос. Где расположена территория, оказавшаяся под влиянием циклонов и антициклонов? Ребята, циклоны формируются в умеренных широтах, а антициклоны формируются в субтропических широтах и также над Антарктидой. Третий вопрос. По каким особенностям отличаются тропические циклоны? Ребята, тропические циклоны, мы уже с вами обсуждали, что возникают в летний сезон года. И вследствие проникновения тропических воздушных масс в экваториальные широты. Эти циклоны, то есть тропические циклоны, приводят к очень большим разрушениям. В США их называют торнадо, а в Юго-Восточной и Восточной Азии этих циклонов называют тайфунами. Запомните. Так, следующее задание. Нужно сравнивать циклоны и антициклоны северного полушария. Давайте посмотрим. Даются тут у нас особенности восходящие и нисходящие движения воздуха. Если в циклонах у нас низкое давление в центре, то там у нас будут восходящие движения воздуха. А в антициклонах в центре у них высокое давление, значит, у них будет нисходящее движение воздуха. Далее. Направление движения в северном полушарии. Мы сказали, что циклоны в северном полушарии перемещаются против часовой стрелки, а в южном полушарии по часовой стрелке. Антициклоны же наоборот в северном полушарии перемещаются по часовой стрелке. Ветры или штирь. Ветры дуют во время циклона, потому что циклоны приводят к большим разрушениям, к стихийным бедствиям. А ШТИ мы сказали, что это безоблачная погода и возникает во время антициклонов. Условия увлажнения. Ребята, увлажнение у нас бывает и во время проникновения антициклонов и циклонов. То есть и в циклонах, и в антициклонах у нас высокое увлажнение. Облачность. Облачность у нас бывает высокая в циклонах. А при проникновении антициклонов у нас бывает безоблачная погода. Территории, находящиеся под их влиянием. Мы сказали, что циклоны возникают в основном в умеренных широтах, но тропические циклоны формируются в экваториальных широтах вследствие проникновения тропических воздушных масс. А антициклоны формируются в субтропическом климатическом поясе, то есть в субтропических широтах, а также над Антарктидой. Ребята, дома вы должны определить, где формируются тропические циклоны и объяснить причину выпадения большого количества осадков и высокой скорости ветра при их проникновении. Ребята, на этом завершается наш урок. Думаю, вам все стало ясно. Желаю всем вам удачи, успехов. Увидимся на следующих уроках. До свидания. Добрый день, друзья. Добро пожаловать на урок информатики. Темой сегодняшнего урока является подготовка к МСО. Подготовка к МСО у нас будет проходить в виде викторины. Я буду вам задавать вопросы, а затем мы обсудим ответы на эти вопросы. Итак, внимание. Первый вопрос. Алгоритм, программный код, система команд исполнителя. Где здесь что? Посмотрите, пожалуйста, внимательно на этот слайд. Первое, второе и третье. Давайте посмотрим теперь на правильный ответ. Правильный ответ – это у нас алгоритм. Алгоритм в данном случае у нас выглядит как блок-схема. Мы говорили, что у алгоритма есть несколько видов представления, и одним из них является блок-схема. В данном случае как раз таки мы видим алгоритм в виде блок-схемы. Второй у нас программный код. Мы с вами уже знакомы с языком Python, и мы знаем, что данная программа написана на языке Python, и, соответственно, это является программным кодом. Третья же картина у нас исполнитель. В правой части нашего IDE вы видите наш исполнитель, который запускает нашу программу или останавливает ее в нужный момент. Итак, давайте перейдем теперь ко второму вопросу. Вопрос номер два. Выберите, где неверное задано имя переменной. И почему? Первое сумма, дальше сумма, восклицательный знак, сумма, нижнее подчеркивание ма, один сумма, нижнее подчеркивание сумма. Итак, ваша задача понять, где неверно задано название переменной и почему. Давайте посмотрим правильный ответ. Итак, как мы знаем, название переменной должно начинаться с маленькой буквы, а также может начаться с знака нижнего подчеркивания. Но при этом название переменной не может начинаться с цифры. Как в данном случае, также название переменной не может заканчиваться специальным символом, будь то восклицательный знак, процент и так далее. Поэтому второй и четвертый варианты являются неправильными. Все остальные варианты имеют право на существование. Надеюсь, вы ответили на этот вопрос правильно. Давайте перейдем к следующему вопросу. Вопрос номер три. Какой результат будет при выполнении программы? Давайте посмотрим, что за программа. Первая строчка кода. a присваивается значение 5, b присваивается значение 6, переменной c присваивается значение a плюс b умножить на 3, переменной c, еще раз, присваивается новое значение c плюс a плюс b, и затем печатается значение переменной c. Давайте посмотрим, сколько получается. Правильный ответ 34. Как получилась эта цифра? Сейчас мы с вами разберем. Как мы знаем, из первых двух строчек переменная a имеет значение 5, переменная b имеет значение 6. В третьей же строчке кода нам придется вычислить. Итак, что нам нужно вычислить? Нам нужно 5 плюс 6 умножить на 3. Как это мы вычисляем? Мы сначала знаем, что делается умножение. Мы 6 умножаем на 3, это делает 18, после этого туда прибавляем 5, это делает 23. То есть переменная c в третьей строчке у нас имеет значение 23. Дальше мы переходим к четвертой строчке. В четвертой строчке нам нужна переменная c, мы знаем, что она равнится 23 сейчас, мы прибавляем a, то есть 5, и затем прибавляем b, то есть 6. Сложение этих трех чисел в сумме нам дает 34, то есть новое значение для переменной c будет 34. Итак, вопрос номер 4. Какой результат будет при выполнении программы, если ввести значения 4 и 5? Давайте посмотрим на программу. Сначала нас просят ввести одно значение, которое сохраняет переменной a, потом второе значение, которое сохраняет переменной b, затем мы складываем a плюс b, значение сохраняем в переменной c, и дальше выводим на экран эту самую переменную c. Итак, ответ будет 45. Почему 45? Потому что наша переменная c взяла нашу переменную a, то есть 4, рядом поставила цифру 5, и в итоге получилось 45. Вопрос номер 5. Какую ошибку в программе допустили при поиске максимального числа? a равняется 10, b равняется 12, и в a больше b, тогда print a, else print b. Это простой вопрос. Конечно же, отступы. Мы не должны забывать отступы. Если мы напечатаем программу, где отступы не будут, соответственно, наш sculpt, то есть IDE, выдаст нам ошибку. Поэтому не забывайте ставить отступы. Если вы их не будете ставить, ваша программа просто не будет работать. Вопрос номер 6. Какой результат работы программа будет выведена на экран? Тут уже программа посложнее. Давайте посмотрим на нее вместе. У нас есть три переменной. k, m и n. Значит, переменная k значение принимает 9, m 20 и n 11. Дальше у нас идет вложенное ветвление. И в m больше k, тогда мы выполняем вот эту программу. Дальше мы сравниваем, больше ли m, чем n. Если да, сравниваем, больше ли n, чем k. Правильный ответ 20, 11, 9. Давайте посмотрим, почему такой ответ получился. Итак, мы сначала заходим в четвертую строчку, в первое условие. Проверяем, m больше k, это знак вопроса. Смотрим, m у нас 20, а k 9. Да, m больше k. Тогда мы идем внутрь этого ифа. Дальше мы проверяем, m больше, чем n. Смотрим, m 20, n 11. И опять отвечаем, да. Значит, заходим и в следующую строчку. Тут проверяем, k больше, чем n, k не больше, чем n. Соответственно, сюда мы не заходим. Мы заходим в else. Что мы делаем? Принт m, n и k. То есть мы сначала печатаем m 20, потом n 11, а потом k 9. Поэтому получился точно такой ответ. Итак, дорогие друзья, надеюсь, что наше повторение поможет вам хорошо написать МСО. Спасибо большое. Не забывайте про социальную дистанцию и личную гигиену.